Актуальный разговор Мусульмане Татарстана отмечают окончание священного месяца Рамазан, праздник Уразаберя. Сразу журналистский вопрос. Мне сейчас многие мои коллеги скажут спасибо, потому что мы каждый раз мучаемся, когда произносим название месяца Рамазан или Рамадан. Как правильно говорить, какие особенности, какое объяснение и как нам правильнее в нашей средней полосе говорить? В принципе, когда мы говорим о религии, в частности, ислам, то мы должны иметь в виду, что действительно религия является основой многих цивилизаций. Скажем, есть цивилизации христианские, буддийские, индуистские цивилизации, исламская цивилизация. И поэтому, когда мы вплотную подходим к праздникам, так, это часть, это свое родное проявление этой цивилизации. И вот этот праздник, рамадан, завершение... Рамадан или рамазан все-таки? Возможно, и рамазан используется. Ошибки нет, не будет. И это действительно знаменательное событие для мусульман всего мира. И наши мусульманы, Сатарасану тоже совершают этот серьезный, серьезный, свои, так, выполняют. Пусть, испытания, в течение всего месяца. И, соответственно, и ожидают свой, это великий праздник. А вот я предлагаю посмотреть, как это происходит в одном из районов Татарстана. Районный ифтар прошел в Менделеевске. На вечерние разговения собрались верующие из соседних районов Заинского, Огрыского, Елабужского, а также имам Хатыбы, Аксакалы и сельских поселений. Во время проповеди отметили, что в рамадан каждый мусульманин стремился к довольству Аллаха. Посредством поста, молитвы, других богоугодных дел сердце должно быть открыто для благородных поступков, общая цель которых — укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений. После проповеди, следуя канонам ислама, постящиеся начали разговение, выпив стакан воды и съев нечетное количество фиников. Человек за это время осознает, что он вообще сделал плохого. За это время он очищается и думает, как он может все-таки дальше жить. Так, наверное, не только очищается душой, но, наверное, самое главное, очищается и телом. Когда он раздерживается, во-первых, в дневное время от пищи, когда он раздерживается от плохих каких-то поступков. Вот так организованно прошел Ифтар в Неделевском районе. А у меня вопрос родился, почему стакан воды, почему финики, почему нечетное количество? Знаете, тут начало может быть несколько своеобразным, где, допустим, применяются финики. Но по традиции исламской финики всегда являлись началом разговения. Но в нашей истории был период, когда действительно торговые отношения были слабые. И на нашей татарской земле про финики слыхом не слыхали. Не всегда они появлялись у нас. Поэтому обычно начинали с солью, например. Вот чуть-чуть там берутся соль и начинают с этого. И воды немного. Но сейчас, конечно, ситуация изменилась. В магазине все есть, можно купить и финики, и все остальное. И по традиции сейчас в этом вопросе нет проблем. А в этом смысле какие перемены произошли? Вот экономика, она как бы подчиняется вот этой вот мусульманской, культурной, так сказать, этому запросу? Или наоборот, она диктует? Вот я могу. Есть спрос, экономика говорит. Я вполне способна привезти вам много фиников из далеких стран, только платите за это. Кто у кого идет на поводу, иначе говоря? Кто диктует правила? Знаете, у экономики своей закономерности по спросу и предложению диктует так. Если спрос есть, то предложение появится. В данном случае предлагается... Видимо, первым был спрос. ...предлагается... Спрос появляется, и в большом количестве, то экономика тоже, конечно, реагирует на это. И я тут хочу сказать, допустим, халяль продукции, это индустрия ссылок. Да, 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 это индустрия, которая у нас лет 15 назад появилась. И было желание, конечно, здесь, на эту площадку проникнуться всем. Бизнесом в чистом виде. Всем, да? Многим, по крайней мере, да. В данном случае, духовное управление мусульман этот вопрос взял под свой контроль. И действительно, халяль стандарт, и соответственно утверждение, и получение этого, соответственно, лицензии на производство халяльной продукции стало под контролем. Прерогативой, под контрольным духовным направлением. И это правильно, потому что мусульмане верят, что действительно это чистая продукция. И, соответственно, здесь какие-то ливые, допустим, не должны появляться. Тут должна действительно контроль. И это последние годы обеспечивается. И я полагаю, что здесь порядок установлен. Особенно, если этим занимаются люди близкие к религии, потому что сейчас небольшую ремарочку отступления лирической сделаю. Моя бабушка говорила, что грех будет не на том человеке, кто, не зная, съел пищу, которая оказалась не халяльной, а на том, кто ее преподнес, предложил, не признавшись в том. Так что все-таки в этой сфере нам нужно быть чистой, набожной. Правильно, да. Действительно, тут несет ответственность тот человек, который предлагает. И тем более, все-таки, те люди, которые втягиваются в это производство, то, естественно, эти люди, в большинстве случаев так верующие, то, естественно, они чувствуют ответственность перед Аллахом, и это делается. Какие бы вы периоды, что ли, становления ислама на нашей территории, на нашей земле, вот выделили, и в связи с этим, особенности празднования праздников мусульманских тоже, вот в каждый этот период, потому что периоды были разные, мы понимаем, что было в советское время, когда все было вообще под запретом. Конечно, и истории татар, и вообще татар трудно представить без ислама. Это признак национальный, и, соответственно, это часть этнокультурных традиций, и очень мощная часть, потому что это создает именно мощный компонент этнокультуры. И по истории, если так вот рассматривать историю ислама в нашей территории, и как она распространялась, начиная с Волжской Булгарии, и Казанское ханство, и Салата Орда, и период царизма, и советский период, и вот эпоха возрождения, да, начиная от 90-х годов. Эпоха возрождения называют, да, советский, российский период? Ну, да, на случайность, этот период, начиная от 90-х годов, значит, религиозное возрождение, или исламское возрождение, оно несколько противоречиво при оценке, но, тем не менее, оно закрепилось, и вполне спокойно воспринимается и учеными, и публицистами, так что это и есть период возрождения. А что каждому периоду было свойственно, ну, вот, скажем, царское время? Вот, понимаете, тут надо рассматривать таким образом. Конечно, любое новшество в исламе — это бедагад, это нельзя, допустим, такой резкой формы бедагад — это новшество, нельзя вводить, и ведь исламский мир, он цельный, понимаете, просто он многолик, там разные, там, допустим, традиции сохраняются в регионах, но небольшие, но он ни в коем разу не нарушает основные принципы ислама. И у нас тоже так же, нам происходило. И некоторые оттенки, некоторые изменения, которые происходили, они в рамках вот Масхаба Абу-Ханифа, и тем более Масхаба Абу-Ханифа — это гибкий Масхаб, то есть он восприимчив традициям местным. Ну, конечно, тут принципиальные нормы, принципиальные правила, ислама не нарушается. И, например, у нас даже вступление, допустим, в Урозу, например, да, по времени несколько отличается, да, или же, допустим, и у нас там никогда не было верблюдов, например, да, а там, допустим, естественно, в южных странах они есть там, и они входят в апрельный рацион, и, соответственно... Вот в этом гибкость и заключается, вы хотите сказать, да, в этом гибкость, потому что если в Саудовской Аравии, например, на Курван-Байрам деньги на жертвоприношение, верблюды приносили в жертву? — Могут, да, верблюды приносили в жертву. — Могут, да, верблюды приносить, да, здесь, значит, какой-то них, кто... — У нас корова, у нас баран. — Ну, вот, говорите, корова, баран. — Ну, главное, нужно баран. Ну, если семь человек там, допустим, собираться, это могут и корову принести в жертву. Так что и по части соблюдения основных правил, норм ислама, это единый, она единая. Тут определенные изменения вносятся, которые учитываются особенности региона, особенности народа, особенности традиции. — А можете в какой-то пример привести, например, что было изначально в Мекке, там, где традиционно ислам был всегда, и, например, как это трансформировалось, во что это превратилось у нас? Вот насчет верблюда, барана мы выяснили. Еще что-нибудь? — Ну, понимаете, тут, если мы по этому пути пойдем... — Сравнение. — Нет, различия искать, так, значит, это несколько будет некорректно, понимаете? Вот мы, исламский мир, должны рассматривать как единое явление, так, единое. Но много лик, так, допустим, да, вот только вот в этом мы должны видеть какие-то небольшие изменения, которые вносятся, исходя из условий и традиций, и, допустим, природные условия, и климатические условия. — Климатические, разумеется, сезонность нашей продукты, которые у нас произрастают, то, что мы на стол ставим. — Совершенно правильно. Только вот в этом и заключается определенное изменение. — Вот, возвращаясь к истории, хочется спросить, мне вот очень интересен советский период, как вообще удалось традиции, обычаи, все это, религиозность сохранить, учитывая, какое было время, какое было отношение ко всем религиям, не только к мусульманской. — Да, в советский период все религии подвергались притеснениям, это бесспорно. И ислам, конечно, претерпел довольно серьезное там давление, связанность с миной алфавита, например, да. — Да, арабский, кирилл, латиница, кириллица. — Потому что такой пласт литературы, пласт такой, значит, научной мысли были отсечены письменные. — Это каждый раз, по сути, возвращение назад, да? Ну, если не возвращение назад, какое-то вот топтание на месте, это не способствует прогрессу, каждый раз препоны. — Ну, так, в общем, все подвергались притеснениям. И вот есть такое вражение вот в научной литературе вот «ботовой ислам». Ну, в данном случае речь идет о том, что наши предки сохранили ислам на бытовом уровне, в первую очередь. Потому что образовательная сфера была весьма сокращена и не было, допустим, в Бухарии, допустим, там обучались. Большие медицинские там не существовали. Поэтому... — Бытовое — это что, условно говоря, то, что передается из уст в статус дома, в семье. — Имеется в виду в семье. — Молодежь видит, как молятся бабушки. — Только через бабушек, через дедушек, так бы это передавалось постепенно. Вот такой бытовой ислам. И, ну, это такие имеют прочные корни. И, соответственно, вот ислам и вот традиции сохранились на бытовом уровне. — У бытовых форм вот этого распространения, там, вы сказали, прочные корни. А разве не наоборот? Разве это не возможность разного трактования и зыбкость, так сказать, почвы? Нет? Наоборот, как раз вот это крепко? То, что в семье? — Понимаете, тут семья действительно — это основа, это источник так и трансляции, допустим, наших этнокультурных традиций. Это семья действительно носит такой характер, когда народ сохраняет свои там традиции. И в данном случае вот те традиции исламские, которые носили характер и находили отражение в реальной семейной жизни, в взаимоотношениях между людьми, они как-то транслировались, они повторялись. И, соответственно, и в семье подрастающее поколение видело, и, соответственно, через уважение предкам она сохранялась. — Это, наверное, глубже оседает, да, ведь? Это в голове глубже оседает. С одной стороны, когда авторитетный человек проповедует, это тоже, конечно, очень существенно, но вот когда это в семье, изначально с рождения человек это видит. — Она впитывается, как же говорят же, впитывается молоком, например. — Это тот самый случай. — Я предлагаю еще небольшое видео одно посмотреть. В Армазан мусульмане республики по традиции отмечают праздник Уразабайря. В этом году он выпал на 15 июня. Общественный транспорт в Казани сегодня начал свою работу раньше обученного с 4 часов утра. В первую очередь это касается автобусного и троллейбусного движения. Во всех мечетях города во время праздничного намаза усилены меры безопасности. Дежурят полицейские. — Мы сегодня говорим о том, как приживаются мусульманские праздники на современной нашей почве. Вот, пожалуйста, один из моментов. Необходимо соблюдать безопасность. Там, где большое скопление людей, там непременно охрана. И второе у нас сейчас республиканские последние несколько лет проводятся как масштабно, глобально. Совершенно новые реалии появляются в виде, я не знаю, там какой-то одноразовой посуды, в которой люди могут забрать с собой еду, то, что они доели. Это все веяние времени. Это все то самое, что вы назвали возрождением. — Да. В данном случае, понимаете, мы тут просто в некоторой степени перенимаем или возвращаются те традиции, которые были и раньше. И в зарубежных странах, вот что делается, допустим, в этой празднике, допустим, в Каире, вот я наблюдал, в этот день это праздник. — Понимаете, это как праздник. В данном случае, вот... — Но он не семейный, он не интимный, что ли? Не под домом расходятся люди? — Время, когда подходит, допустим, время разговения, да? — Так. — Вот на улице, как будто, понимаете, — Все вымерли. — Модельные руки нет, наоборот, столы появляются. — А, вот как. — И выставляется, если это кушание, и начинается разговение. Это настолько так быстро, организованно делается, и все бесплатно. Причем, да, значит, народ, который идет туда, значит, могут спокойно... — А кто организует все это? — Но есть благодарительные организации и фонды, которые, значит, выделяются, и ведь и частные лица тоже могут, допустим, посвятить, например, да, вот ифтар, вот и разговению, часть своей там, часть своей суммы для проведения вот этого дня ифтара, то есть разговения. И у нас тоже это отрастание... — Это оттуда к нам пришло? Разве у нас это не домашний интимный праздник, когда мы должны собираться, ну, родственным, большим, что ли, кругом? — Всегда это присутствует, всегда это было. Но ифтар это всегда носит характер общий. То есть, значит, собирается община, например, да, или же в другом месте конкретно так собираются. И конкретный верующий человек, мусульманин, если захочет или проявляет желание, он может заказать халяльную продукцию и, соответственно, этот ифтар провести. Понимаете? И это делается. И это коллективные большие ифтары, которые стали у нас традицией уже в Казани. Это явление, скажем, с одной стороны, уважения к традиции исламской, уважения к мусульманам, и причем здесь оказывает большое внимание наше руководство тоже и принимает участие в этих мероприятиях. Это признак того, что государство и общество к этому относятся очень даже положительно. — Лояльно положительно. — Лояльно положительно. — А у меня еще вот такой вопрос остался, такой чисто организационный. Вот приветствуется ли в исламе, как бы интеллигентнее выразиться, лишнее усилие при соблюдении уразы? Например, если человеку можно ее не соблюдать, можно. Допустим, это путник или подросток, или женщина беременная, а вот человек очень-очень хочет, а ему можно не соблюдать, потому что мы понимаем, что если человек за рулем, например, это опасность. Он представляет опасность для окружающих. Вдруг он не рассчитал свое состояние, так сказать, и решил, что он хочет, он может, и он будет соблюдать уразу. — Знаете, тут надо подходить к этому вот общему принципиальному подходу в исламе. В исламе нет насилия. В исламе есть только призыв. Вот исходя из вот этого постулата, сильного постулата надо исходить и соизмерять свои действия. В данном случае ислам очень гибко подходит такого насилия, чтобы или больным, или беременным женщинам, или же, допустим, больным, которые не в состоянии по другим причинам разных характеров болезни. Тут ислам не запрещает. Вы можете его восполнить в дальнейшем. И точно так же это касается, допустим, путника. И есть, допустим, такие формы работы, которые тоже не позволяют, допустим, совершать или держать уразу. Тут можно вернуться к этому, допустим, через некоторое время и держать уразу другие возможные дни. — Человек, который не держал уразу в течение священного месяца, имеет право отмечать уразоверим в конце, по окончании? Его допускают до этого праздника? — Нету в разу, он держит до конца, когда у него уже появляется возможность. То есть, значит, в данном случае это праздник общий и праздник, который носит характер духовного роста, телесного и духовного чищения. И каждый мусульманин в этот день отмечает и желает всем другим добра и успехов. И, соответственно, я хотел бы сказать, что всех мусульман я тоже искренне поздравляю этим праздником. И этот праздник как бы восполняет, дополняет нашу многоранную жизнь и вносит свою лепту межконфессиональных, родителей межконфессиональных отношений, межкультурных отношений. И, соответственно, наша жизнь становится более богаче, спокойнее и, соответственно, добрее. Спасибо большое. Спасибо, что нашли в этот праздничный день время к нам прийти и нас всех поздравить и просветить. Спасибо. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня говорили о том, как мусульманские праздники приживались на татарской почве.